МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале УТС Время новостей в студии Светлана Антимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От идеи до промышленного производства. Как построить собственный бизнес? С Южных гор до Северных морей. Куда предлагают поехать на отдых российские туроператоры? Скальпелем по груди. На какие жертвы готовы сибирские женщины, чтобы изменить внешность? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты в прямом эфире федеральных каналов продолжается прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Из Сибири прозвучал вопрос о забайкальских проблемах, о социальном положении жителей. Президент Путин заявил, что прежде всего нужно найти деньги для решения социальных вопросов в крае. Журналисты телекомпании УТС тоже задавали вопрос главе страны, однако он, к сожалению, пока не был озвучен в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Александр Куршев, корреспондент областной телерадиокомпании. Владимир Владимирович, ответьте, пожалуйста, когда в Новосибирске начнется строительство четвертого моста и какую долю финансирования на себя может взять федеральный бюджет. Заранее спасибо. Больше всего вопросов Путину задали абоненты Красноярского края 7621 сообщений и 5871 звонок. На втором месте оказался Алтайский край, 3763 сообщения и 4138 звонков. Из Новосибирской области абоненты отправили почти 3000 смс и сделали 2676 звонков. Новосибирцы оказались на третьем месте по количеству обращений к президенту в Сибири. Велотренажеры, которые помогают при реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мини-погрузчики, с помощью которых можно убирать мусор с улиц, а управлять так же просто, как детской игрушкой. И все это собирает у нас, новосибирские. Все это в разы дешевле и качественнее зарубежных аналогов. Такую продукцию изготавливают в бизнес-инкубаторе мегаполиса. Борис Киргенеков подробнее. В цехе детали по отдельности напоминают велосипедные, но конструкция гораздо серьезнее. На этом велотренажере занимаются дети с диагнозом церебральный паралич. Такой аппарат помогает проходить курс реабилитации. Тренажер собирает под заказчика с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Вращая просто с помощью электромоторчика, детеныш нарабатывает мышечную память. Дальше он может работать, развивать мышцы в нужном направлении с помощью абдукторов, с помощью различного рода веревочек. Компания среди ведущих предприятий по выпуску велотренажеров на отечественном рынке поставляет продукции по всей России и в страны ближнего зарубежья. Лидер на мировом рынке – американская компания. Наш тренажер даже самой полной комплектации ровно в четыре раза дешевле зарубежного аналога. Еще одна компания в инкубаторе, работающая по принципу импортозамещения, собирает вот такие мини-погрузчики стоимость 400 тысяч рублей. С его помощью уборка улиц или придомовой территории превращается в развлечение. Ближайший конкурент фирмы – китайская компания. Но наша использует японский двигатель, который гораздо надежнее. Только мини-погрузчики с Поднебесной стоят в два раза дороже. Собирают отечественную модель здесь же, в бизнес-инкубаторе. На данный момент мы производим одну модель, но к ней уже сейчас мы готовы предложить более 20 видов навесного оборудования. Навесное оборудование быстро сменное, то есть для замены навесного оборудования не требуется каких-то дополнительных ключей, инструментов. Справляется один человек, машина ему только помогает. Новосибирская разработка интересуется не только соседней области, Томская и Кемеровская, но и за Уралом. У компании уже есть предварительная договоренность на поставку погрузчиков в Москву. С ее помощью можно убирать не только снег. Ковш можно заменить, поставить вилы для уборки мусора, либо газонокосилку. Ездит она на 95-м бензине и кушает всего 3 литра в час, даже при максимальных оборотах. Бизнес-инкубатор сдали в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Сейчас на базе парка 20 резидентов. Это и легкая промышленность, и машиностроение, и производство кондитерской продукции. Причина стать резидентом одна – низкая цена аренды помещений. Она меньше среднего уровня по Новосибирску. Кроме того, компании в первый год платят лишь 40% от стоимости, во второй – 60%. После трех лет работы на базе инкубатора, компании готовы расширять свое производство. Я думаю, что здесь надо подключать науку, подключать большое производство тех направлений, которые здесь, чтобы это как-то скомплексировать, чтобы люди чувствовали свою нужность в общем объеме выпуска больших партий продукции того или иного назначения. Сейчас инкубатор заполнен на 80%. На свободные места уже объявлен конкурс, но отбор будет жестким. Привилегии дадут лишь перспективным предприятиям, готовым развивать отечественное производство в регионе. Борис Киригенеков, Алексей Баженов, новости ОТС. Горные тропы, речные сплавы, песчаные и галичные пляжи. Весь мир, как на ладони, на Новосибирской международной выставке туриндустрии СИД-2016. Она страдовала сегодня в Новосибирском экспоцентре. Турция и Египет закрыты, но есть альтернатива, так что сибирякам дома сидеть не придется. Бюджетные направления открыты в Китай, Тунис, Болгарию. Многие страны привлекают клиентов экзотическими экскурсионными программами. В тренде экстремальный туризм, когда гостей приглашают ради испытания, а испытать себя в необычных условиях. Например, трекинг вокруг красивой горы или дайвинг на яхте. Сафари по пустыне. Ждут сибиряков и курорты нашей страны. Алтай, Крым, Ставрополье, Краснодарский край. И сегодня на выставке было подписано соглашение между нашим регионом и Красноярском об обмене туристическими потоками и создании специальных программ для привлечения гостей. Туризм сегодня для нашей страны – это локомотив развития, это и социальное развитие, и экономика. Я вижу, что у Новосибирска есть много результатов, много инициатив, которые они еще хотят и должны воплотить в жизнь. Поэтому я, вы знаете, оцениваю очень высоко то, что сегодня происходит. Новосибирск Ежегодно в России 18 миллионов человек обращаются в больницы с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. 20% из них становятся инвалидами. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, важно грамотно провести реабилитацию пациента. Это сегодня обсуждают на конференции в Новосибирске. Научно-практическая конференция всероссийского масштаба проводится уже на регулярной основе. Здесь специалисты из разных регионов страны делятся опытом и наработками. Рассказать о новых методиках приехали врачи из Нижнего Новгорода, из Москвы. Например, Максим Страхов проводит мастер-класс для коллег по PRP-терапии, когда вместо повреждения вводит плазму, обогащенную тромбоцитами, как бы привлекая к поврежденным тканям все восстановительные силы организма. В результате чего реабилитация происходит в разы быстрее. Методика широко применяется в Европе, два года, как используется в России. Теперь начинают внедряться и в новосибирской медицине. Уже много лет плазма, обогащенная тромбоцитами, пользуется, но сегодня эта технология вышла на совсем новый виток. Значит, тогда, когда плазма рассматривается уже не просто как лечебный фактор за счет действия факторов роста, а еще и как основа для клеточной терапии. Значит, особенно вот тогда, когда речь идет о спортивных повреждениях каких-то, которые получают спортсмены, и для работы в операционной, для самой разной патологии. Мы пользуемся для лечения болевых синдромов, около суставных, внутри суставных болевых синдромов, при болях в мышцах, в области сухожилий, и чаще всего у спортсменов. Россияне стали экономить на еде, одежде и недвижимости. Зато на пластическую хирургию даже в непростой экономической ситуации денег не жалеет. Елена Щербакова узнала все о последних тенденциях в мире косметологии. Если раньше в двери к пластическим хирургам стучались в основном женщины, то сегодня сюда все чаще приходят мужчины. Самые популярные процедуры – интимная пластика и омоложение лица. А вот женщины по-прежнему грезят большую упругой грудью и худыми ногами. И все-таки прекрасная половина – главные клиенты пластических хирургов. Единственная процедура, где спрос у мужчин и женщин на одном уровне – это коррекция ушей. А вот нос, бедра и даже интимные места чаще всего хотят улучшить именно дамы. Тем более, что цены в косметологии за последние несколько лет поднялись не сильно, а интерес у населения резко возрос. Даже становится больше клиентов, которые, вероятно, стараются в кризис вкладывать деньги в себя, а не в транспорт, машины, путешествия. На пике популярности – пышные формы, но только в определенных местах. Если точнее – губы, грудь, ягодицы. Но и здесь главное – не переборщить. Эксперты в мире пластики делят гостей на две категории. Первая – постоянные клиенты элитной косметологии. Вторая – для тех, кто недавно прыгнул из грязи в князи. Последних легко вычислить по таким признакам. Волосы до пят, маленький носик, большие губы, загорела кожа, грудь пятого размера. Таких дам чаще встречишь в провинции. А вот в столицах давно отказались от нарочитости. Модная тенденция – сохранить свои пропорции, но немного подкорректировать. Например, на носу убрать кончик и горбинку. Лично я стараюсь отговорить пациентов, когда я не вижу показаний для операции. Молодая девушка, которая не устраивает пухлые щечки, например. Девушке, которая 20 с небольшим лет. Вот зачем лезть в это прекрасное юное лицо? Вот зачем? Но есть врачи, которые соглашаются даже на самые нелепые операции. Например, эта дама захотела быть похожей на жену кролика Роджера. А это мама и дочка. За многочисленные операции родительнице пришлось отдать 13 тысяч долларов, чтобы повторить черты лица своего чада. И, наконец, молодой человек, который заставил свою новую супругу лечь под нож, чтобы она стала точной копией бывшей возлюбленной, погибшей в аварии. А вот и главный совет от всех пластических хирургов мира – делайте операцию только по собственному желанию. А мнение модных журналов, подруг, мужей, партнеров оставляйте за дверью к пластическому хирургу. Елена Щербакова, Александр Егоров. Новости ОТС. От детей с любовью. Сегодня представители «Единой России» провели итоги масштабного конкурса детских рисунков. Из 600 участников выбрали лучших и наградили ценными призами. Анастасия Буйко тоже была на празднике и прямо сейчас расскажет о конкурсе подробнее. Мишки, сердечки и бронетранспортеры. Каких только рисунков не встретишь на выставке. Лучшие из них даже размещали на билбордах Новосибирска. Символы 8 марта и 23 февраля дети видят особенными. Силу и защиту ассоциируют с крупными животными, а любовь и верность – с семьей. Мы на поляне, и папа дарит маме цветы. Кто же это на рисунке? Мама. Мамочку нарисовала? А почему она именно с тюльпанами? Потому что мамам дарят цветы на 8 марта. Мама любит тюльпаны. Творческих ребятишек поблагодарили призами и подарками. Праздновать победу в конкурсе. Они будут все вместе. Каждый ученик, в каком классе он учится, весь класс он поведет. Мы вручим сертификат в планетарии. Ну и, конечно же, каждому мы вручим планшетник. На таких гаджетах фантазировать тоже можно. Карандашный рисунок, написанный красками, мелом – неважно. В творчестве ребят не ограничивают. Благодаря им мы с вами познаем, в каком мире мы живем, как они видят нас, взрослых, как они видят свою семью. И поэтому я желаю этим детям, которые приняли такое активное участие, пронести вот эту непосредственность, искренность, доброту и душевность через всю жизнь. Такое мероприятие единороссы обещают проводить ежегодно. Слишком уж много радости конкурс вызвал у ребятишек. Анастасия Бойко, Борис Гладких, Новости ОТС. Увидеть настоящее знамя, которое несли бойцы, прикоснуться к Максиму, из которого стреляли деды, в Новосибирске малышам устраивают экскурсии в прошлое. Как именно, расскажут мои коллеги. Паша на экскурсии впервые. С детства мечтает стать военным. Прочитал множество книг о подвигах сибиряков, просмотрел десятки фильмов. Знает исторические факты, какое оружие применяли в боях, за что давали ордена. Тем не менее, на этой выставке открывает для себя много нового. Интересно то, что рассказывают, как наши деды воевали, все предки наши. Все интересно здесь. Оружие всякое такое старое, что-нибудь интересно поразглядывать. На этой выставке десятки оружейных экспонатов. Пулемет системы «Максим», производство 1910 года. Снаряды для пушек и танков времен Великой Отечественной войны. Для многих ребят наглядный урок по истории послужил стимулом для выбора профессии. Пойти по внутренним войскам. Наш Новосибирский термак. Я бы хотела стать экскурсоводом, чтобы тоже рассказывать про нашу родину. К Дню Победы сейчас готовятся по всей стране. Будет множество акций, выставок, встреч. Судебные приставы, например, организуют пробег Дороги Победы. Дети, они его вообще всегда с удовольствием посещают. Всегда внимательно выслушивают. То есть, ну, результаты пока не видно. Идут служить? Идут, идут, конечно, да. Тут вот, как пример, есть девушка, которая мечтает стать летчиками. И уже практически на полпути к этому. Елена Мирошниченко, Алексей Кузьмин, Евгений Агеев. Новости ОТС. Готов к труду и обороне. Ученики школ Болотного собираются сдавать нормативы. С нового учебного года это будет уже не добровольное желание, а обязанности. Болотнинские школьники решили заранее проверить силы. Выполнить этот норматив для девочек самое сложное из всех заданий. Даша смогла отжаться только два раза. Девочка не отчаивается. Время улучшить результат у нее есть. Да и сегодня не соревнования, а спортивный праздник. Соперника сегодня на данный момент нет. Пока мы просто стараемся узнать о себе больше, на что мы способны. И как мы вообще задействованы в спорте. На маршруте ГТО пять станций. Отжимания, подтягивания, метание мяча, челночный бег, прыжки с места. Определенных задач учителя перед школьниками не ставят. Ребята подтягиваются, как получится. Отжимаются, сколько смогут. Мы просто по ступеням пробуем проводить и посмотреть вообще, какие качества у ребятишек отстают, над какими надо поработать. То есть сейчас у нас средняя ступень, это седьмой, восьмой класс. На следующей неделе у нас будет начальная школа и старшая звено. С нового учебного года сдавать нормы ГТО будут все в обязательном порядке. Учителя тоже. Поэтому в школе решили подготовиться. Сейчас тренеры анализируют результаты детей и корректируют программу уроков физкультуры. Так, чтобы к сентябрю показатели школьников были в норме. Зинаида Мельникова, Владимир Полосин, Новости ОТС. И на этом у меня все. Полная картина дня в 20.30. С новостями вас познакомит Иван Кудинов. Я же прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова